На Меднем в Екатеринбурге на Химаше произошла почти мистическая история с тяжелыми последствиями. Мужчина заехал в Божий храм, чтобы помолиться. Вышел из белоснежного Киева. И пока свечи ставил, его автомобиль покатился под горку и сбил двух немолодых женщин. По словам очевидцев, у обеих пенсионерок сломаны ноги, а у одной из пострадавших, кажется, еще и серьезно травмирован таз. После наезда на женщин неуправляемая легковушка перескочила бордюр и подмяла металлический столбик с дорожным знаком в придачу. 56-летний владелец Киева настаивал на том, что он был в церкви, когда машина поехала. И с ним согласились в ГИБДД, предположив, что водитель, видимо, не до конца дернул ручник вверх. Выходя из машины, что выглядит странно, с учетом того, что стаж его 20 лет. На улице Черняховского, где произошла эта самая мистика, лишь один Божий храм. Точнее, приход во имя святителя Стефана Великопермского. Именно в него приезжал богомолец Накеа, в госномере которого, к слову, по невообразимому сечению обстоятельств, есть две шестерки, правда, с точки зрения церкви, до печати антихриста, до числа зверя. Не хватает еще одной. Так что искать символизм там, где его нет, не стоит. Уместнее не забывать о ручнике. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.